Девятнадцатого мая в Москве запланирована встреча на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с фактором сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анны Бадалян. Последняя встреча глав МИД двух стран составилась в Вашингтоне. В ближайшее время, 14 мая, в Брюсселе запланирована встреча Пашинян-Алиев Мишель. Делегации Минобороны и Военно-Промышленного комитета Армении приняли участие в Международной выставке обороны и безопасности Греции ДФЭ-2023. В выставке принимают участие крупнейшие компании мировой оборонной промышленности, а также научно-исследовательские центры и учреждения, которые формируют развитие в сфере высоких технологий. Представлены последние достижения мирового рынка в сфере оборонных технологий. В выставке принимают участие официальные правительственные и военные делегации, а также посетители из 77 стран. Открытие армяно-турецкой границы приведет к экономическому развитию Армении, созданию рабочих мест, увеличению налогов, существенному улучшению социального положения людей. Об этом на встрече с журналистами заявил член делегации в Пачес Геворг Папоян. По его словам, идея о том, что открытие армяно-турецкой границы будет иметь какие-то апокалиптические последствия для Армении, просто смешна. По словам депутата, нормализация отношений двух стран без предусловий на подвестке дня в Армении, и она от этой повестки не отклоняется. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрама в беседе с журналистами рассказал о предстоящих 14 мая в Брюсселе армяно-азербайджанских переговорах. «Ожидаемые переговоры являются неотъемлемой частью процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – сказал он. «В целом мы положительно оцениваем протекающий процесс, поскольку иногда по разным причинам в переговорном процессе бывают перерывы или затягивания. Подход азербайджанской стороны в этом направлении всегда непрерывен и последователен. Мы за переговорный процесс и его урегулирование», – заявил Байрамов. При пересмотре госбюджета Азербайджана на 2023 год будет увеличено финансирование обороны сферы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В вопросе строительства армии мы всегда работали системно и продолжим эту работу. После Второй Карабахской войны мы, не останавливаясь, идем вперед. В госбюджет будут внесены дополнения, значительная часть вновь предусмотрена для оборонных целей. Мы всегда должны быть готовы, опасности и угрозы растут. Мы должны быть готовы преодолеть любую угрозу», – заявил Алиев в обращении к народу. Владимир Путин издал распоряжение о том, что Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в ноябре 1990 года в Париже. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом подчеркивалось, что Россия оставалась стороной участницей договора. С 15 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Прибывающим в РФ на срок тот 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы. Необходимость получать разрешение на въезд сохраняется для грузин, приезжающих в Россию на обучение или заработки, а также для тех, кто планирует находиться в стране более 90 календарных дней. Глава МИД Украины Дмитрий Кулебов вслед за главой Минобороны страны Алексеем Резниковым призвал Запад не возлагать избыточных надежд на ожидаемое контрнаступление ВС Украины. Не относитесь к этому наступлению как к последнему. Мы не знаем, чем оно закончится. Если мы в ходе этого контрнаступления сможем освободить наши территории, вы скажете в итоге, да, оно было последним. Но если нет, это будет означать, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению, по чашелку Леба в интервью газете Билд. Про секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Пэтрайдер подтвердил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» 4 мая была сбита над Киевом с помощью системы «Патриот». «Кинжал» был запущен на прошлой неделе в ходе массированной российской ракетной атаки. Раньше комплексы «Патриот» применялись против обычных баллистических ракет. Возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической. Прежде ракета считалась несбиваемой. На востоке Украины погиб корреспондент агентства «Франс Пресс» Арман Солдин. Об этом сообщило агентство на своей странице в Твиттер. Солдин попал под отстрел возле города Часов-Яр в близ Бахмута. Журналист вместе с группой украинских военных попал под удар установок «Град». Ракета упала недалеко от журналиста. Остальные члены команды не пострадали. Депутаты надсобрания Франции проголосовали за включение ЧВК «Вагнер» в европейский список террористических организаций. Речь идет о символической мере. В резолюции, в частности, содержатся оценки немецких спецслужб, согласно которым военизированная группировка участвовала в убийствах и пытках мирных жителей в Буче. Подчеркивается, что действия «Вагнера» в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления. По данным Статкомитета Армении, число туристов, посетивших страну в 2022 году, почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом, составив около 1,665,000 человек. 47% туристов – граждане РФ. Отмечается, что среди туристов было 5 азербайджанцев. Трое из них прибыли в Армению в первом квартале года. В первом квартале 2023 года азербайджанцы в Армению не приезжали. За весь 2021 год ни один азербайджанец не приехал в Армению в качестве туриста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова